Исполнение государственного оборонного заказа обсуждал глава региона Алексей Русских в Министерстве обороны в Москве. На прошлой неделе в области работал глава федерального ведомства Сергей Шойгу. С первым заместителем министра Русланом Цаликовым и замминистра Тимуром Ивановым подробно обговорили дальнейшее производство тяжелых транспортников на ПАО и Лавиастар и зенитно-ракетных комплексов на механическом заводе. Следующим вопросом стало строительство Суворовского училища. У нас выделена площадка для строительства полноценного Суворовского училища на 20 гектарах. Это будет современнейший образовательный комплекс с партийными залами, с бассейном, с казармами, которые отвечают самым современным требованиям. Планируем уже в ноябре этого года заложить капсулу и в сентябрь следующего года Суворовское училище должно открыть свои двери. Когда суворовцы переедут в новенькие казармы, здание бывшего технического училища на Карла Маркса простаивать не будет. Идут обсуждения по созданию в регионе училища по подготовке пилотов для военно-транспортной авиации. Позже с новым руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым обсудили ремонт перона аэропорта в Баратаевке. Проект дорогостоящий. Регион планирует войти в государственную программу, чтобы получить федеральное финансирование. Как вы знаете, взлетная полоса у нас новая. Перон требует капитального ремонта и требует реконструкции, потому что растет количество рейсов. Мы открыли новые рейсы Минводы, Махачкалу, Калининград. В планах у нас открытие авиасообщения с Минском. Соответственно, это все требует увеличения площадей для стоянки воздушных судов. Проговорили также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для курсантов Ульяновского института гражданской авиации и содержание музея гражданской авиации. В музее необходимо покрасить некоторые экспонаты и благоустроить периметр. Договорились о ежегодном финансировании Ульяновского музея. Анна Тищенко, Уллправда ТВ.